Друзья, приветствую всех! Сегодня мы поговорим о крахе биткоина. Начну я опять же со слов никогда не инвестируйте в крипту, в биткоин, пока не посмотрите это видео, пока не разберетесь в этом. В общем, мы пришли к тому, к чему должны были прийти. Мы пришли к той точке, которую я предсказывал. В общем, обязательно, ребята, досмотрите это видео до конца, если вы хотите инвестировать в крипту. Даже если вы не хотите, посмотрите, всем это видео пойдет на пользу. Ребята, таких видео на самом деле у меня много. Не инвестируй, пока не посмотришь это. Не инвестируй в крипту, если не знаешь это. И это самое-самое важное видео. Вот почему люди мне доверяют. Вот почему люди хотят инвестировать со мной. Смотрите, все произошло так, как я и говорил. Так, как я и говорил, это все неизбежно. Многие новички не понимают этих процессов всех. И они вот становятся какими-то фанатиками и говорят, все, крипта, за криптой будущее. Смотрите, мы пришли в эту точку. Видите, все четко произошло, как я предсказывал. Вот мы пришли в эту точку. Я вам сейчас включу фрагменты из этих видео. Вот мы пришли к биткоину по 20 тысяч. Мы сюда пришли. Это было неизбежно. Пузырь рано или поздно лопнет. Рано или поздно лопнет. Вот такая вот будет ситуация. Она будет, поверьте мне. Такая ситуация была в 2018 году. И такая ситуация рано или поздно случится. Ребята, опять же, мой прогноз остается в силе. Я ожидаю еще откат до 20. Вот я все-таки жду вот этот откат и тут буду заходить. Но прошлый мой прогноз просто идеально отработал. Просто с такой точностью, с точностью 99%. Вот этот прогноз. Я выкладывал скрин в открытом канале. Видите, здесь все пошло просто как по маслу. Вот, ребята, о чем я рассказывал, о чем я предупреждал в этих видео. И многие такие видосы хейтили. Многие такие видосы хейтили. Почему? Потому что, смотрите, когда я снимал эти ролики, да? Я их снимал, когда вот капитализация была прямо на пике. Когда биткоин там стоил 60 тысяч долларов, да? Смотрите, когда капитализация была 2,3 триллиона. И я предупреждал, что мы можем упуститься по капитализации. Вот, да, 800 триллионов, да, 700 триллионов. Это общая рыночная капитализация криптовалют. Давайте посмотрим этот график, где мы сейчас. Смотрите, вот я рисовал к уровню 859. Сейчас мы на уровне 886. Вот, ребята, мы к этому пришли. Мы к этому пришли. Это циклы. Так работают рынки. Неважно, это фондовый рынок. Неважно, крипта. Ребята, вы должны это понимать. Так работают рынки. Когда мы находимся вот здесь, да, на пике, когда биткоин там 65 тысяч долларов стоит, никто не хочет думать о падении. За криптой будущее. Все, крипта это сила. Летим. Но, ребята, вот что может произойти. Вы должны это понимать. И многие, многие инвесторы ждут еще падения. Ждут еще падения. То есть, они говорят, что мы только на третьей стадии из пяти. Я об этом, кстати, говорил в открытом канале. Первая ссылка, ребята, в описании. Обязательно вот прослушайте вот это вот голосовое. И вот посмотрите, посмотрите, пять стадий краха и кризиса. Вот зарождение, развитие, ускорение. Вот я общался с Найманом, с Тони Вейсом, с Маргуланом. Вот. И они считают, да, что мы вот переходим в третью стадию. Стадию, да, ускорения. То есть, мы еще можем падать. Ребята, просто примите это. Можем и не упасть. Это просто суждение. Но вы должны быть готовы к худшему. Это все касается всех рынков. Особенно фондового рынка. Но сегодня давайте поговорим о биткоине. Давайте поговорим о крипте. Итак, смотрите. Вот мой прогноз. Да, для меня дно по биткоину это 20. Вот пришли мы к 20. Пришли мы к 20, да. Давайте я вам в двух словах объясню интересную особенность биткоина. Это логарифмический график по биткоину. Ну, вот видите, с 2011 года. В общем, в чем заключается эта интересная особенность биткоина. Смотрите. Цена нового пика никогда не опускалась ниже цены предыдущего пика. Вот. Давайте посмотрим. Ну, я условно здесь обозначил пик. И вот, например, условный пик, да, в 36 центов. И вот новый пик в 1 доллар. Вот цена ниже 36 центов не опускалась. Идем мы к новому пику. Новый пик у нас в 26 долларов. Вот цена ниже 1 доллара не опускалась. Вот она вот здесь походила и пошла на новый пик. Вот 26 долларов. Мы пошли на новый пик в 212 долларов. Вот цена вот сюда опустилась до 78 долларов. Ниже 26 долларов она не опускалась. Она пошла дальше. Вот здесь такой интересный момент. Вот. 212 долларов. Пошла цена на 1200 долларов. И вот, видите, цена опустилась. Опустилась вот до предыдущего пика. Но ниже она не пошла. Вот такой вот здесь есть диапазон. Вот условно, да, 220, 190, да. Вот, видите, минимумы у нас на 100, 100, там, 75. Вот. И здесь максимум, да, у нас тоже именно максимум по телу свечи. Именно не по тени, а по телу свечи. Вот 100, тоже там 67, 170, да. Вот. То есть цена ниже там 150, ниже 100, ниже вот 80 не опускалась. И вот мы пошли на новый пик. Новый пик. Вот у нас 1200. И новый пик, вы знаете, вот 21 тысячи долларов. Новый пик 21 тысячи долларов. И потом, когда пошло падение, мы не опустились ниже нашей тысячи. Мы пошли на новый пик. Вот наш уже пик. В 67-68 тысяч долларов, да. И вот мы сейчас, мы сейчас, в общем, можно сказать, коснулись, да, пика в 20 тысяч долларов. И вот здесь тоже есть вот такой вот диапазон. Вот этот диапазон. Вот 20, там 18. Вот Эрик Найман. Эрик Найман читает, что дно биткоина это 18 тысяч. Вот этот пик, да. Вот. 19-20. Значит ли это, что биткоин не сходит на 17, на 16, на 15? Конечно же нет. Конечно же нет. Предыдущие ситуации не гарантируют, да, что биткоин поведет себя так же. Но вот у биткоина есть такая закономерность. Поэтому для меня дно, вот, это 20. Ну, я взял для себя четкий уровень, да, это 20. Да, мы можем там походить 21, 19, 19 с половиной, там может быть 18, 900, понимаете, мы можем здесь походить. Но, смотрите, это суждение, это просто суждение. Вы должны понимать, любые прогнозы это суждение. Вот я не жду, я верю. Вы либо верите, либо не верите. Я не жду, да, что биткоин опустится на 15 тысяч долларов, на уровень в 15 тысяч долларов. Некоторые там ожидают, что он будет и 10, и 15. Вот кто-то говорит, что если биткоин пробьет уровень в 20, все, он просто полетит вниз. Это просто суждение. Никто не знает, что произойдет. Поэтому, ребята, есть вот на ютубе и вообще вот среди всех там экспертов два типа людей. Балаболы и не балаболы. Да, балаболы, они просто вот балаболят и ничего не делают. Они не рискуют своими деньгами. В основном это, знаете, такие бедные, бедные эксперты. Вот у них там образование, они закончили там кучу всего, они позаканчивали. Я ни хрена не заканчивал, да. Они кучу всего позаканчивали, но они своими бабками не рискуют. Они свои деньги вообще не инвестируют. Они просто говорят, вот биткоин будет там 5000 долларов, биткоин будет там 100 тысяч долларов. Да, и просто, просто вот балаболят. А когда цена идет в ту или иную сторону, они меняют свои прогнозы, они корректируют, блин, прогнозы. Они корректируют прогнозы. Вот никогда не слушайте таких людей. Вы смотрите, что люди делают. Рискуют ли они своими деньгами или не рискуют. Я рискую своими деньгами. Я верю в биткоин. Верю в биткоин, верю, что он будет миллион долларов. Это моя позиция, но я вам уже рассказывал, да, в недавнем видео, что биткоин может с легкостью, с легкостью опуститься там до одного доллара, до нуля. Знаете, в чем проблема вот всех этих экспертов? Вот, например, смотрите прогноз, вот Артура Хейса, смотрите, что он говорит, да, если вот биткоин пробет уровень в 20 тысяч долларов, в общем, все, мы полетим вниз, да. Но этот человек, смотрите, что он говорил, да, что дно для биткоина это 25-27 тысяч долларов, все, это дно для биткоина, вот он, смотрите тут, смотрите, что он наделал, да, расчеты у него какие-то, графики, вот, ребята, это все полная хрень. Почему это все полная хрень? Потому что все эти прогнозы, они не учитывают ситуации, которые произойдут в будущем, они не учитывают, а там мы не знаем, что произойдет, не знаем, что произойдет. Я уже говорил, случится магнитная буря, биткоин будет стоить ноль, да, вот на всей планете не будет электричества. Какая будет ценность биткоина? Нулевая будет ценность биткоина. Случится там ядерная война. Вы знаете, как повлияет ядерная там война на биткоин? Или там еще какая-то война? Или еще какое-то событие? Мы не знаем, никто в этом мире не знает, как это событие повлияет на цену биткоина, это важно понимать. И вот поэтому все такие прогнозы, это просто, ну, это просто балабализм какой-то, понимаете? Они не учитывают тех событий, которые произойдут в будущем. Они вот основаны на, в общем, такой реальности, да, когда вот все будет идти так, как идет, и, возможно, вот мы придем вот к этому всему. Вот кучу тут графиков, да, понимаете? Никто не знает, что произойдет в будущем. И поэтому здесь два пути. Вы либо, как я, верите и инвестируете туда свои деньги, рискуете своими деньгами. Если вы облажаетесь, да, вы потеряете все. Либо не верите и вообще забиваете на эту сферу, вообще не смотрите такие видео, вообще держитесь от вот крипты подальше. Все, ну, то есть два пути, понимаете? Я вот покупаю биткоин, да, вот я недавно показывал, да, что я купил биткоин вот 14 июня, вот купил один биткоин по 21 880. Вот сейчас у меня 8 биткоинов, вот я показываю, сколько у меня биткоинов. Я об этом рассказываю в открытом канале, в закрытом канале, вот в открытом канале я даже, вот, сделал пост. В основном я об этом говорю только в закрытом канале. Вот я написал, да, что я купил только что один биткоин, вот, 14 июня в 15 40, вот, купил один биткоин по цене в 21 880. Вот, купил через биржу Binance, вот, основная моя биржа, это биржа Binance. Если вы будете регистрироваться по моей ссылке, то у вас будет вот такая вот надпись. Не все блогеры дают эту скидку, не все. Вы получите скидку на комиссии 20%. Если вы зарегистрируетесь через официальный сайт, вот, никакой скидки у вас не будет. Вот такое у вас будет окно. И еще вы можете получить 50 долларов за регистрацию. Это максимальные скидки. Вот, когда я общаюсь с менеджером, да, я говорю, дайте мне максимальные скидки для подписчика. Вам же лучше, да, я буду больше упоминать вашу биржу. Дайте мне максимальные скидки. У кого-то вообще здесь ноль, да, кто-то зажимает и не дает эту скидку. Знаете, как они думают? Они думают, если я не буду делиться с людьми, я больше заработаю. Какие же, блин, глупые люди. Наоборот. Если ты будешь делиться, тем больше людей будут регистрироваться именно по твоей ссылке. Я же даю скидку. Ну, человеку лучше у кого зарегистрироваться? У того, у кого есть скидка, вот, у меня 20%, или вот через, вот, официальный сайт или у другого блогера, кто не дает скидку. Ну, конечно же, люди будут регистрироваться через мою ссылку. Вот, видите, мой реферальный ID. Через мою, потому что у меня есть скидка. Я даже просил у менеджеров, можете мне дать 30% для подписчиков. Они говорят, нет, максималка 20%, мы никому столько не даем, да, то есть не можем. Я бы дал еще больше. Вот я работаю всегда в долгую. Всегда в долгую. Потому что в будущем вот эта скидка, ну, оно окупится мне. Да, я на 20% меньше зарабатываю с рефералки, но она-то мне в будущем принесет больше денег. Вот этого многие блогеры не понимают. В общем, всегда работайте, ребята, в долгую. И по поводу инвестиций. Инвестиции – это игра в долгую. Это не игра. Давайте так, это не игра, это стиль жизни. Это стиль жизни. Это просто ваш стиль жизни, и все. И вы всегда будете в плюсе. Вот, да, сейчас смотрите. Вы можете посмотреть. У меня 8 биткоинов, у меня убыток 24%, 24%. Но сейчас, да, я считаю, что сейчас лучшая точка, лучшая точка для покупки биткоина. Лучшая точка. Я никогда не снимал видео вот именно в такой период. Не было моментов, да, когда я снимал вот похожие видео. Все было хорошо. Мы были на пике, мы росли. И когда люди спрашивали, Тарас, а когда покупать? Вот сейчас лучшее время, да. Я никогда не говорю, вот, покупайте, покупайте. Я сам покупаю, да. Вы смотрите, что я делаю. Я уже, кстати, отошел от этой вот концепции, да, когда говорю, все покупаем биткоин. Ребята, покупаем биткоин. Нет, я уже так не говорю. Я показываю, да. Я купил, а вы делайте, что хотите. То есть личная ответственность. Вы либо инвестируете, либо не инвестируете. Надо вам это или не надо вам это? Смотрите сами. Я инвестирую, я рискую своими деньгами. И поэтому сейчас, конечно же, лучшее время. Лучшее время, когда? Когда лучшее время для покупки любого актива? Когда очень страшно. Когда все рушится, когда вот непонятная ситуация, видите, когда все вот идет вниз. И, конечно же, в такое время лучше всего заходить. Но людям так не кажется. Ну, куда заходить, да? Лучшее время для покупки, да? Вот оно. Вот это время. Вот, смотрите, этот уровень. Вот это время. Но людям так не кажется. Куда? Ты вкладываешь деньги там. У тебя сгорают. Ты смотришь, у тебя весь портфель красный. Какое нахрен лучшее время? Конечно же, когда ты покупаешь там на пике. Вот здесь купил, выросло. Ты смотришь, весь портфель зеленый. Купил, выросло. Смотришь, весь портфель зеленый. Просто радуешься. Покупаешь, покупаешь, покупаешь. И потом вот такая вот херня случается, да? Смотрите, сейчас индекс страха у нас просто. Вот просто на дне. Вот, смотрите, семерочка. Никогда у нас не было еще вот семерочки. Смотрите, вот биткоин у нас синий, да? График. И черный график – это индекс. Смотрите, вот на дне. Просто валяется на дне. Просто на минималках. Чрезвычайный страх. Может быть признаком того, что инвесторы слишком обеспокоены. Это может быть хорошая возможность для покупки актива. В общем, вот мы сейчас здесь. Смотрите, семерка, да? Поэтому сейчас лучшее время для покупки. Ну, вот я вам сказал, да? Но оно, опять же, большинство, оно таки мне покажется. Какое нахрен лучшее время? В общем, что я делаю, да? Я покупаю. Что делать вам? Смотрите сами. Верите вы в биткоин или не верите? Смотрите сами, ребята. Еще раз, ребята. Для меня, вот для меня, сейчас лучшее время для покупки крипты. Если цена будет идти ниже, я буду докупать. Я буду докупать. Пойдет она на 15, я буду активно покупать. Будет интересно, да, вернуться к этому видео, да, через там 5 лет. И потом посмотрим, да, вот, где будет биткоин. Вот потом посмотрим, где будет биткоин. И вот я вернусь к этому видео и скажу, смотрите, вот двадцатка. Просто лучшая была цена. Вот там 20, 16, 15, да. Ну, не знаю, куда он там пойдет. Когда биткоин будет стоить там уже 200 тысяч долларов, да. Вот. Ну, интересно будет, да, за этим понаблюдать. Я, опять же, рискую своими деньгами. Я вот сейчас в прямом эфире рискую своими деньгами, активно покупаю биткоин. Да, я могу жестко лохануться и потерять все деньги. Вы никогда не должны исключать такую вероятность. Никогда. Ни в одной сфере в жизни. Никогда. Но. Вы знаете, какая у меня диверсификация? У меня золотая пятерка, недвижимость, металлы, фондовый рынок, криптовалюта. И, ребята, знаете, какая инвестиция? Какая инвестиция? Пока, пока на данном этапе за все время меня еще не подвела. То есть, куда я вложил деньги и цена только выросла. Что это за актив? Это недвижимость. Это, ребята, недвижимость. Все мои квартиры, все квартиры, которые я купил, они все выросли в цене. Все выросли в цене. Все квартиры, которые я покупал и продавал, я на этом зарабатывал. То есть, не было еще такого, чтобы я купил недвижку, и она просела. Вот за все время еще такого не было. Так что тоже задумайтесь над этим. Еще такие времена, это лучшие времена для обучения. Лучшие времена для обучения. Обучайтесь. Потому что, когда все растет, все хорошо, вы купили, все выросло. Вы купили, все выросло. Вы вообще не думаете об этом. Зачем вам учиться? Зачем вам разбираться в рынках? Зачем? Если все хорошо, вы купили, все выросло. Вы самый крутой, вы красавчик. Все, вы познали этот мир. Нет, ребята, поэтому обучайтесь. И сейчас я вот даже в закрытый канал начал больше, больше добавлять курсов. Добавили, я уже говорил, курс Маргулана, миссия Икигай, курс по заработку на DeFi, онлайн-курс Bitcoin Profi. И еще, кстати, крутой добавим курс. Вот на следующей неделе, я думаю, уже его добавим. Вот ведем с автором переговоры. В общем, смотрите, обучайтесь. Для закрытого канала это все бесплатно, напомню. То есть, вы платите один раз, а курсы я буду добавлять, добавлять, добавлять. В общем, ценность в закрытый канал буду добавлять. Это вот моя страница, да, отсюда я все заливаю. Поэтому тут вот тренинг экстремального вождения. Это просто как пример, да. Вот. А так вот, смотрите, ребята, и обучайтесь. Также вот я написал, что конкретно у меня в закрытом канале. Многие спрашивают, а что в закрытом канале. Вот. В закрытом канале вы получите доступ. Я написал в открытом канале, первая ссылка в описании, вот закрепленный пост. В закрытом канале вы получите доступ ко всем моим сделкам, ко всему портфелю. Вы узнаете, где конкретно у меня лежат деньги, сколько у меня в недвижимости, сколько там в крипте. Ко всем моим голосовым сообщениям. Вот я какой-то инсайт получил, сразу же захожу в закрытый канал. там записал голосовое по инвестициям неважно то есть просто получаю какой-то инсайт сразу же в общем делюсь с людьми до полученными знаний своего рода менторство для многих закрытый канал это менторство к моим закрытым видео по управлению капиталом в общем по всем видео моим которых нет на ю тубе вот к сигналам по акциям и крипте со всех моих платных подписок вот у меня есть все платные подписки и мы их все собрали в одном месте и публикуем сигналы курсу маргулана курсу по биткоину курсу по дефи я уже вот вам показывал к общению с остальными участниками в чатах разбитых по категориям вот у нас есть чаты они разбиты по категориям да там чат миллионеров есть чат по крипте чат по фондовому рынку чат по там отношениям чат по здоровью чат там по спорту и досугу в общем такое есть к общению с остальными участниками так это я сказал пошаговым инструкциям по регистрациям в общем все инструкции есть там по налогам по ipo пойдет персональному общению с нашей командой вы можете лично написать вот например дмитрию то есть нашей команде можете писать лично лично прям в личку да и вот они вам ответят ну и к скидкам на будущие встречи кстати вот по поводу будущих встречи ребята я уже решил да что нужно встречаться короче таком мире мы живем непонятном и поэтому что ждать до что ждать вот я недавно вот с маргуланом был в туре и я понял что нам нужно ребята собираться и поэтому в этом году я думаю мы обязательно ребята встретимся вся эта информация будет в закрытом канале наверное и в открытом тоже будет да в общем соберемся все вместе всей толпой пообщаемся в общем проведем круто время короче нужно встречаться нужно нужно коннектиться в общем в этом большая сила вот я был в туре с маргуланом можете почитать что я получил и я понял что короче общение это это огромная сила нужно нужно ребята встречаться также мы можем встретиться в следующем туре у маргулана вот я поеду это конечно же закрытая информация они я сообщу только в закрытом канале в какой тур и когда именно я поеду так что кто хочет может присоединиться так еще по поводу маргулана я обещал упомянуть его платформу потому что он бесплатно ребята он бесплатно вот поделился с нами курсом вот многие просят деньги маргулан бесплатно поделился курсом вот миссия и кигай и поэтому в знак благодарности я хочу рассказать о его платформе вот его платформа образовательная платформа маргулана ссылочка будет в описании я состою в клубе у маргулана вот здесь его все курсы здесь его статьи также есть мастер-классы именно онлайн мастер-классы когда вот все собираются и вот он отвечает на вопросы там в telegram канале у него есть чат и в общем он там общается в общем ссылка будет в описании в общем вот видите все курсы вот на сайте вы можете посмотреть цены это кайзен школа вот 19 долларов в месяц и можете посмотреть цены на кайзен клуб вы получаете все что в кайзен школе вот у меня кайзен клуб вот цены до бизнес 2 400 на полгода до премиум 5 500 на полгода можете вот взять подробнее да и почитать что вы получите вот когда вы будете в кайзен клубе вот ежемесячные онлайн встречи со спикерами или менторами клуба то о чем я говорил оффлайн встречи с резидентами клуба вот экспертные встречи мастер-майнд сессии в общем вот это все вы можете получить поддержка также вот у него есть так как у меня два больших слета клуба в год обучение по развитию личного бренда право приобретения участия в экспедициях вот здесь вы можете да вместе с маргуланом участвовать в экспедициях вот полный доступ к материалам и курсам кайзен школы вот так что смотрите или кайзен школа или кайзен клуб в общем кому интересно ребята только если у вас есть такой запрос это все будет полезно только людям у которых есть запрос которые готовы обучаться у которых есть запрос на саморазвитие на рост это для тех кто хочет улучшить свою жизнь они вложить 100 долларов и заработать тысячу поймите это также кстати и у меня в закрытом канале в общем друзья на этом все кто еще не подписан обязательно подписывайтесь на канал инстаргинг инвест здесь у нас финансовая грамотность заработок инвестиции и новости ну и не забудьте подписаться на основной канал инстаргинг все ссылочки будут в описании открытый канал первая ссылка в описании закрытый канал вторая ссылка в описании вот инвест канал ссылка на биржу binance в общем все сайты из видео тоже будут в описании вот сайт где у меня портфель где я смотрю крипту это сайт coin market cup вот здесь у меня портфель вот сайт где я смотрю графики вот это сайт называется trading view почему я об этом столько говорю потому что многие до сих пор в комментариях пишут а что это за сайт вот ребята все сайты я обязательно буду оставлять в описании также напомню что у нас есть общая поддержка в телеграме для всех вот инстаргинг суппорт написать может каждый каждый может написать и задать вопрос ответим всем течение суток стараемся ответить всем пишет очень много людей но стараемся всем ответить в общем если вы напишите без ответа вы не останетесь так ну что все заканчиваю да что я вам пожелаю следите за теми людьми которые действуют которые рискуют своими деньгами ну и думайте своей головой никогда не смотрите этих балабола вообще отписывайтесь от этих всех балабола с ними вы точно не заработаете а только потеряете деньги опять же думайте всегда своей головой все всех обнимаю целую всем больших денег пока